Ни одна мировая столица не сравнится с Баку, он и является столицей мира, говорит известный музыкант, скрипач Михаил Пархомовский. Известный бакинец, скрипач, заслуженный артист России, 86-летний Михаил Пархомовский, проживающий долгие годы в Израиле, в начале года прилетал в Баку. Прилетал для того, чтобы передать собранную им лично, нотную библиотеку ансамблей скрипачей, в дар Государственному музею музыкальной культуры Азербайджана. Музыкант рассказал о своем переезде в Израиль, знакомстве с композитором Кара Караевым и любимом Баку. Пархомовский родился и вырос в Баку. С шести лет стал заниматься музыкой. Является выпускником Азербайджанской государственной консерватории, по классу народного артиста СССР Кара Караева, который в то время, также был ректором учебного заведения. Поклонником музыки, этого композитора он стал, когда впервые услышал его балет «Семь красавиц». После знакомства с Караевым, еще больше убедился в том, настолько он талантливая личность. Кара Караев сыграл в моей жизни важную роль. «Всем, чего я достиг в жизни, я обязан ему. Часто ходил к нему в гости, воспитывался на его музыке, впитывал ее в себя, и это помогло мне в будущем. Ко всему этому, мы вместе часто посещали футбольные матчи». После получения образования в Баку, скрипач решил продолжить обучение в Московской консерватории имени Петра Чиковского. В России он создал множество скрипичных ансамблей, с которыми гастролировал по разным странам, пропагандируя в том числе и азербайджанскую музыку. У Пархомовского, по его словам, и в планах не было переезжать навсегда в Израиль, но у него не было другого выбора. Причиной переезда было то, что Советский Союз рушился. Госконцерт, уже отменял все гастроли, и скрипач опасался, что это приведет к распаду ансамбля, который был его детищем. Тогда мне было предложено, выступить с моим ансамблем с гастролями в Израиле, и я согласился. Мы должны были отправиться туда, но внезапно началась война в Персидском заливе. Из Израиля мне прислали факс, что в связи с неспокойной обстановкой в заливе, они решили отложить наши гастроли. Но поскольку визы нам уже были выданы, я решил воспользоваться этим. Под предлогом гастролей, мне удалось взять с собой скрипку, и всю нотную библиотеку, благодаря которой я продолжил свою деятельность в Израиле, признался Пархомовский. Скрипач живет в Израиле уже 29 лет. Он старается, чаще приезжать, в Баку, чтобы встретиться, со своей единственной внучкой, друзьями, коллегами которых, осталось уже не так много. Я очень скучаю по Баку. Ни одна мировая столица с ним не сравнится. Все время говорю, что Баку для меня и есть столица мира. Многое в городе изменилось, но то, что я вижу сейчас, намного лучше, чем было раньше. Сейчас я являюсь гражданином двух стран, России и Израиля, но очень хотел бы вновь стать гражданином Азербайджана. К сожалению, это не соответствует законам вашей страны, сказал музыкант. Приезжая в Баку, Пархомовский не пропускает выступления народного артиста Азербайджана, художественного руководителя Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узейра Гаджибейли, Рауфа Абдулаева. Они вместе учились в консерватории и с тех пор дружат, часто созваниваются. Каждый раз получаю удовольствие от выступления Рауфа в филармонии. На этой сцене когда-то выступал и я. Приятно видеть, что в Азербайджане молодежь увлекается музыкой, много талантливых музыкантов, отметил музыкант. Пархомовский надеется, что возраст позволит и в будущем приезжать в родные места.